За время проекта КВНщики-любители получили немало знаний, которые пригодились в подготовке визиток. А опытные наставники из команды «Северяне» высшей лиги им в этом помогли. Но ученикам школы КВН предстояло сдать своеобразный экзамен, проверить свои шутки на зрителях. Вообще, на самом деле, пока ты шутку не проверишь на зрителях, ты не можешь сказать, смешно это или нет. Мы, как редакторы, просто, как сказать, рекомендательного характера редактуру производим. Говорим, что, скорее всего, это не зайдёт, нравится, проверяйте. Ну так что, про что шутить-то будем? Давайте про Нефтьюганск, его часто сравнивают с Африкой. Да, у нас тут тоже проблемы с водой. Так как проект был реализован в Нефтьюганске, без шуток про любимый город и «Север», конечно же, не обошлось. Участники составили друг другу серьёзную конкуренцию, отшучиваясь на злободневные темы. Но боролись они вовсе не за звание победителя. Конкуренция меня не волнует, так как мы играем не ради победы, а лишь ради того, чтобы народ действительно рассмешить. Как вот при реальном КВНе. А, ну не победим, не победим. Главное, что всем было весело. Это самое главное. Для истинного КВНщика главная награда – это смех зрителей. Ребята получали удовольствие от собственных выступлений и сумели оторваться по полной. А это была команда КВН «Скулы». Я заряжена на шикарное выступление и мне всё понравилось. Мы набрали очень много опыта от очень хороших учителей, которые нам передали все свои знания. Соответственно, помогали нам в написании наших номеров. И мы готовы взорвать сегодня эту сцену. Будем удивлять бомбическими шуточками, разрывными. Я думаю, что всем понравится. Мы очень старались. Был опыт игры в КВН. Ещё в школе очень-очень давно захотелось треихнуть стариной. Уже в роли учителя. Участие в проекте приняли не только школьники и студенты, но и местные учителя. Некоторые из них достаточно опытные КВНщики. Яркий пример – педагоги школы номер 8, которые совсем недавно выступали на окружном КВНе. Когда жена в семье учитель, это накладывают определённые обстоятельства. Никто не встаёт. Звонок для учителя. Сегодня, смотря выступление, мы пришли в такой восторг о том, что в нашем городе огромное количество школьников, таких талантливых. Каждый с определённым каким-то интересным образом. Харизма такая у всех хорошая. Мы очень гордимся ребятами на самом деле. И приятно, что у нас такой замечательный потенциал. По итогам концерта члены жюри выбрали команды, которым представится возможность проявить себя на более высоком уровне. В их числе оказалась и команда педагогов – люди из Учительской, которую лично пригласил Денис Штейнер, директор Северной лиги КВН. А это Александра Сергеевна, учитель биологии. О, а я-то думаю, куда мой скелет делся из кабинета? Попробовать свои силы на игре в Ханты-Мансийске отправятся четыре лучшие команды проекта. И, возможно, со временем КВН для них станет чем-то большим, чем просто увлечением. Мария Пейлев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания, Юганск.